Здравствуйте! С вами Светлана. И сегодня я вам хочу показать мои покупки из магазина FixPrice. Они были совершены в городе Саратове. И мне кажется, они все были нужны. Даже если что-то вам покажется, что это не очень-то нужно, мне оно просто необходимо, честное слово. Давайте посмотрим, что же я купила. Возможно, и вам. И это понадобится. Купила кашпо или горшок. За 99 рублей и у горшка есть действительно дырочка для слива воды. Можно посадить цветочек любой. Допустим, возьмем фиалку и сюда ее поместим. 99 рублей. Это небольшой горшок. Можно сюда сажать. И он из доломита. Можно сажать цветы. Он глянцевый. Обработан и не будет разрушаться ни изнутри, ни снаружи. Я уже такие покупала и сажала сюда с коккулента. Можно даже для искусственных цветов. Мне они очень понравились, эти горшочки различных цветов. Купила еще один заказ на цветок из бисера. Поэтому просили вот именно в таком горшке сделать орхидею. Купила. Затем приобрела еще вот такое вот кашпо. За 199 рублей. Это кашпо Лейка. Замечательная для дизайна вещь. Сюда можно посадить, допустим, живой цветок. Можно также искусственные. У Лейки выполнены вот такие вот отверстия, как у настоящей Лейки. Но внутри нет отверстия, чтобы поливать, допустим. Металл. Смотрится симпатично. Цвета у нас были розовые, мятные, белые и желтые. Вот такая замечательная, просто красавица. Это этажерочка для пирожных. Можно, конечно же, и фрукты сюда разместить. Но мне кажется, у фруктов, если фрукты, должен здесь бортик. Вообще, это для пирожных. Фирма Китчен. Все сделано аккуратно. У нас в магазине было всего лишь три рисунка. Она в коробке. Это фруктовница или пирожница. Собрать ее может даже ребенок. Смотрится классно. И я считаю, что обязательно она должна быть у меня на кухне. Будем пить чай. И где будут располагаться пирожные. Даже можно пить чайнушки. Она была мне очень нужна. Тем более, в таком исполнении. Ну, раз мы заговорили о чае, о пирожных. Я приобрела чашку с блюдцем. Это набор. В розовом цвете. И вот в таком замечательно голубом цвете. Смотрится шикарно. И функционально. Есть куда поставить чашечку. И вытянутое такое блюдо, на которое можно положить и печенье, и пирожное. И что еще можно? Бутерброд. Бутерброд можно. В четырех цветах в магазине. Мне понравился розовый. И приобрела сестре Надежде. Будет ко мне приходить в гости пить чай. Мне кажется, очень замечательно придумано. Особенно вот с этим блюдцем. Шикарно. Круглые блюдца это блюдца. А вытянутые это удобные. Ну, по крайней мере для меня. Приобрела нож. 31 сантиметр. За 99 рублей. Такие ножи уже были от Kitchen. Мне они понравились. И я решила еще приобрести. Удобная ручка. Прям шикарная ручка. Нож, вернее, ручка и лезвие соединены хорошо. И не шатается нож вот здесь в соединении. Все прочно, удобно, функционально. Также приобрела и еще один нож от фирмы Kitchen. Вообще, в фикс прайсе неплохие ножи. 77 рублей. 23 сантиметра. Ручка под сталь. У меня такой нож, опять же, есть. Решила приобрести еще. И еще у нас были, знаете, в таком розовом и салатном цвете. Тоже за 77. Если кому-то нужно, можно, конечно же, приобрести. Люблю вот такие пакеты на 60 литров. 15 штук. Пакеты для мусора. Завязками от Bonhomme. Мне они нравятся, потому что, знаете, вот, когда без завязки, вот я покупала в Ашане, очень неудобные. Завяжешь в узелок, они тонкие, могут порваться. А с ручкой просто шикарно. Они без аромата, обычные пакеты. Вот такие вот терочки. В наборе 4 штуки. От Bonhomme. Терка для уборки. С расходным материалом, допустим, покупаю. Совсем недолго они у нас на кухне находятся. А вот эти терочки, вернее, эти губочки, просто шикарные. Просто шикарные. Они, когда намокают, они начинают так разбухать. И моют хорошо. И продукт моющий не набирают много, а в самый раз. Я вам могу только их посоветовать. Так, это кухончик. Три штуки. Стандарт. Кулгейт зубную пасту приобрела. Давайте ее вскроем, посмотрим. Я как-то на сплат подсела, а тут сплата не было. Поэтому пришлось мне купить Кулгейт. Зафольгировано нет, даже не знаю. Нет, не зафольгировано. Вот это очень плохо. У сплата всегда есть зафольгированность. Здесь странно. Кулгейт и не зафольгировано. Приобрела еще одну ванночку. Уж больно на мне полюбилась. Замечательная ванна. Она и в дизайне красавица, и функциональна. Скоро выйдет видео. Фикс прайс в моем доме. Я вам покажу, для чего они мне нужны. Приобрела в таком же белом цвете. Две штуки. Не стало. У нас были, знаете, кремовый цвет, розовый цвет, голубой цвет. Но я первый раз приобрела в белом цвете, поэтому и вторую ванночку взяла также в белом цвете. Шикарная. За 77 приобрела вот такую вот лопатку или ложку для обуви. У меня была и киевская. При переезде самая вот эта вот ручка надломилась. Хотя, вы знаете, она очень давно была у нас и не ломалась. Ну, при приезде что-то случилось с ней. Пришлось вот заменить. Для фикс прайса, я считаю, замечательная лопаточка или ложечка. Очень прочная. И здесь есть отверстие, если, допустим, нужно повесить. А также можно повесить и на вот такой вот изгиб эту ложечку. Хорошая вещь, прочная. Цвет только такой. Приобрела еще один подсвечник. Именно вот в таком исполнении мне подсвечник этот понравился. Цвета различные. Ну, как различные. Там два цвета было. Серый и вот такой. Вот он не белый, а молочный, скорее всего. Замечательная такая штучка. Интересная в интерьере будет смотреться. Здесь для широкой свечи и для узкой свечи. Пока еще нет приближения нового года, они у нас стоят в фикс прайсах. Как только ближе к новому году, конечно же, их не будет. Поставить на журнальный столик, поставить на кухню, спальню, на камин. У меня камин. Будет шикарно смотреться. И здесь будет стоять свеча. Давайте посмотрим, как это все будет выглядеть с искусственной свечой из икеи. Вот для широкой свечи. Думаю, очень даже неплохо. Это искусственная свеча. А можно также поставить, конечно же, и свечу, которая с пламенем. Раз речь зашла о свечах и подсвечниках, приобрела я в этот раз за 199 рублей вот такой подсвечник. Он выглядит в виде лейки. Сделан из доломита. У этой леечки, у носика есть также дырочки. Ну, как бы для полива, да? Это китай. И внутри свеча. Свеча закрыта куполом. Открывать не буду. Здесь есть настоящая свеча. Она именно настоящая. Ее можно зажечь в форме цветочка. Различные были цвета. Были и оранжевые, и вот такие вот розовые, зеленые и фисташковые. Но подсвечник только в таком исполнении, только в белом. И такие вот у него небольшие как бы потертости. Очень симпатично смотрится. Свеча парафиновая. Можно открыть, можно оставить. Я пока пользоваться не буду, поэтому купол этот не буду открывать, чтобы свечка не запылилась. Украсить можно интерьер и на кухне, и в ванной поставить. Смотрится шикарно. Конечно, терочка здесь не в тему совсем. И последняя моя покупка. Я приобрела органайзер для кухни. Размером 290, 230 и 90 миллиметров. Зачем купила? Опять же вам покажу. У нас было в двух цветах. В трех, извиняюсь. Мятный. Вот такой вот кремовый и белый. С обратной стороны нет колесиков. Но увидела, была недавно, с двумя колесиками здесь, вот на задней планочке. С колесиками, если увижу, обязательно приобрету. Потому что стоит в ящичке, выдвигаешь, и колесики идут ровненько. Можно, конечно, приблизить к себе поближе. Такой органайзер. Ну и без колесиков он не менее функциональный и нужный. Ну, а на этом все. Все мои покупки. Покупки, я, как считаю, все нужные и полезные. Жду от вас, конечно же, лайков. Целую. Светлана.